Мама! 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 Да, что ты хотел? Это мы взяли мой скинбор. Можешь меня не снимать? Я одеваюсь. Ну, одевайся! Папа, вы решили. Получается, мы взяли мой скинбор. И потому что у нас было очень много вещь, вещь, которые делали, чтобы не было больше воды. Ну, знаешь, там вот эти дырки. Вот это было закрыто с листиной, поэтому там было полно-полно воды и мы могли показаться. Было очень прикольно. Я не понял. Что здесь происходит? Ничего. Что происходит? Мне тут нет. Девять часов. Ладно, мальчики кушают. Я поняла. А ты что делаешь? Девять часов здесь. Что ты на папу, пожалуйста? Ты видишь, что папа кушает? Отлично, мы тебя выпускаем санитарность. Я вижу, как он нажалывает. Я не вижу ничего. Тебя вам кажется. Ты зачем на ночь для еды привез? Это... Я как магнит для еды. Просто это... Нет выбора. Они смотрят, думают, ты худой такой, и тебе еды дали, да? На четырех человек сразу, четыре порции. Да? Это твоим братьям. Семен, а ты чего мокрый? Мы с Захаром скеймбордили на улице. Так там темно, и дождь идет. Поэтому мы и катались на скеймборд. Чтобы никто не видел. Это не капель месяц. Вы катались в темноте, чтобы соседей не видели? Да. Чтобы они не видели, как я пал. Нет, кто-то уже увидел. Ты хоть упал? Нет. Почти. 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 Ты сейчас не ел. Ты меня... Смотри, я же с камерой пришла. Ты все время с камерой хочешь. Меня застукало главное. Зачем застукало? Ну вот как ты так поступаешь со мной, а? Зачем вообще с нас спустился? Да я просто посмотреть, что вы будете спать. Иди назад, монтируй видео. И не смотри, что они кушают. Да я вообще не при делах, жена. Ну да, тебе пора идти спать. Рановато 9 часов спать. Ну ты прям вот тут, прям надо настойчиво стоить с камерой. Ну да. Ну и уходят, понимаете? Почему я с камерой? Чтоб потом доказательства было, понимаешь? Давай, давай, дорогой. А потом, когда я монтирую, понимаешь, я стою перед выбором. Думаю, это ставить или вырезать? Потому что никто ж ничего мне не скажет. Я таким вырежу и все. Понимаешь? Так ты недомонтировал видео. Иди монтируй видео. Я уже закончил. Все у меня стоит на рендере видео. Поэтому все я закончил. Ну хорошо, пошли. Пошли с тобой, пошли. Идем с тобой. Да, да. Идем. Идем отсюда. Пусть они жуют. Так ты пойми ты. А тебе это вредно. Ну смотри. Если я сейчас уйду, но я совсем там буду под каблучником. Жена. Ну ты понимаешь? Я смеялась. Я смеялась. Там кому-то мы напомнили этих со смоток. А, да. Слушай. Ты там это самое. Ты напомнила эту. Там она гоняла за то, что он там бухал. А я тебя гоняю, чтобы ты не ел. Да, точно. Похоже очень. Вот. Ну короче. Так. Что бы такого сказать? Уже не знаю что сказать. Ничего не сказал. Никита. Ты расскажи лучше что-нибудь. Он с полным ртом. Куда ему рассказывать? Да. Дождь идет. И дождь показывает, насколько все плохие водители. Самое забавное. Самое забавное. Это смотри, как спортивные машины. на стороне дороги стоят. Послетали? Слетели с дороги. Ну да. Мустанг сегодня не увидел. Такой хороший, такой красивый тоже Мустанг. Тоже он такой стоит там. Ну правильно. Петя. Порш рядом. Я все вижу. Порш подбитый на стороне. И на стороне просто стоит Порш. Жалко. Ну просто люди плохо. У нас сегодня просто очень сильный дождь. Очень сильный ветер. И ветер там. Но на дело в том, что... Нет, он сегодня 30 миль в час ветер. Дело в том, что люди по-настоящему не имеют хорошо ездить. Но когда все сухое, то тогда это... Да, нормально. Пропускается. Как только чуть-чуть, он насколько сразу показывает все несовершенства. И как не плавно. Ну не только это. Несовершенство резины, которая лысая уже. Понимаешь, да? И как бы ты хорошо не ездил, а когда резину взят. Меня сегодня, кстати, догнали. Я вам еще не рассказывал. Короче, я просто ехал себе ехать. Ты снимай вот пацанов, как они едят. Это интереснее смотреть, чем на меня смотреть. Да? Да, интереснее смотреть. Ну конечно, когда эти два мокрых едят. Вот. За исключением Назара. Назара не снимай. Назар не людей. Да. Несенее. Так, куда, просто там люди начнут что-нибудь писать, переставать. Пусть они перестают к нашему малышу. Пусть не перестают к нашему малышу. Ты толстожкурый. Да, он толстожкурый, так что нормально, если к нему пристоит. так вот я короче еду себе еду тихонечко показал перед выездом на привале и тут я понимаю что я лечу впереди идущую машину но я конечно по тормозам и все-таки не ударил впереди идущую машину сначала я не понял что случилось а потом для меня доходит меня таки сзади клац щелкнули ну самый-то парадокс спина начала болеть а следов на машине нету поехал я к адвокату на эту следов нету ничего не докажешь компания гайка с ним очень трудно деньги выбивать они так просто не платят надо следы точно поэтому вот здесь но в америке можно спокойно уехать вместо дтп проблем без проблем просто взял контакты и сфотографировал страховку того человека которому соучастников дтп виновника или наоборот жертву куда и можно разъехаться не дожидая не полиции не тем более страховую компанию но там получается как дождь грязь и в итоге из этого этого нет следов а следы нам есть и точно еще и куда времени точно краска полопается от удара но бампер с амортизировал у тебя скорее всего он у тебя потрескается поэтому хочу дождаться сухой погоды после этого хорошенько еще раз пересмотрите где посоветовали снять бампер на одетом бампере ничего не увидишь на кузове надо снять бампер да только ты увидишь да там вполне возможно под ним прогнулась если есть следы то тогда ну как бы можно по крайней мере выбить какую-то страховку на мои массажи на лечение спины моей ну и ремонт машины тоже черт я с удовольствием бы принял бы пару тысяч их оплату за мой задний бампер вот и все вот такие дела поэтому погода у вас такая вообще не калифорнийская мы совершенно не привыкшие к погоде а мне нравится она ну сыночек меня тоже нравится когда есть целый день сижу дома а потом выхожу покататься на доске а когда ты ездишь по этой дороге и ты видишь как много людей разбиваются на этой дороге и ты все время думаешь так ну знаешь трое страны классно было уже сегодня утром начал работать сильный дождь люди так меня ценили и по 5 и по 6 долларов чаевых давали и говорили ой береги себя аккуратно смотри я буду стараюсь и буду стараться и дальше и такие концу для меня сегодня ну вот такие дела день у нас приближается к завершению успешно отработали феннике отработал на для работы две работы чё делал черча сделать на работу мы не облизывай пальцы на камеру на моей обычной работе трубу трубки гнул что противник проводить светильника я напоминаю у нас электрик до трубы металлические промышленный электрик он не работает в домах жилых больше это заводы какие-нибудь огромные супермаркеты сейчас строим морозилку ну морозилку размером стадиона на морозилку получается труб трубы гнали гнули или я ну получается для светильников надо чтобы все было неоприцаемое было потому что это морозилка и там все размораживается замораживается это будет такой склад морозилка да такой здоровый склад морозилка там где продукты хранят по магазинам разводят до дождик идет поэтому это единственная часть которая сейчас накрытая через неделю где-то всю остальную часть накроют навесом крышей а пока только то накрыто поэтому там и потом вечером помогал там из церкви у нас там постарше парочку короче доктор его просто в его офисе свитили в офисе свет менять старых лап на новые холодишки я сейчас придержу к тебе ты чё в помещении шапку не снимаешь а извиняюсь я по-американски ну на великий уровень а семёна почему нельзя потому что в славянской культуре в помещении мужчины должны снимать шляпы понял и передам и передам и ну ты скажи чё тебе это еды надавали а вот она ты сказал что у тебя есть еще три брата и поэтому ну тебе дало четыре порции это грейс так это назвать церкви энди так а азиаты которые они постоянно идут те которые привозят на когда мы в церкви она она просто такая как бабушка ты не дана есть бабу ты не пугай всех всех так людей понимаешь потому что ты ну как бы там помогаешь азиатам и так далее а потом твоя дочка берет бах и выходит замуж азиата а потом еще женишься на азиатке понимаешь не они думаю но окей хорошо но хотя не знаю про никто не знает да это мы совсем не то чтобы против мы просто как бы знаешь у нас просто сейчас тема актуальна идет ирина и эрон понимаешь там идут обсуждение у нас на ю тубе кто-то там пожелания большинство пожелания кстати ребят спасибо большое за поздравление нам очень приятно вот спасибо большое то есть надо как бы и ирине некоторые вопросы позадавать да и поотвечать бы ее попросить но не знаю это трудное дело конечно она вся в экзаменах не завтра экзамен а потом она я знаю я знаю метод как это можно сделать надо ее выловить сказать у нас есть несколько вопросов от подписчиков для вас и тогда он действует очень успокаивающе положительно у нее сразу наполняется положительными эмоциями вот так я думаю надо здесь сделать так хорошо мальчики не запланированный ужин 9 часов утра вечера она посмотрит это видео потом она будет знать что вы будете делать она не смотрит она вместе с эроном начала смотреть даже видео эрона постоянно смотрит теперь она это самое вместе с ним смотрит я так понял они вместе хорошо практический вопрос мальчики не запланированный ужин отгадайте что я вам скажу я принес я получаю Кто-то убирает? Окей, я, получается, иду. Получай! 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 Ты уберёшь? Сегодня влог у нас очень шумный. Заметила, все болтают, все говорят. Прямо соответствует названию нашего канала. Натурально. Хорошо, мальчики, это серьёзно. Так, за собой со стола убрали. Мама перешла в такой режим Скажи до свидания уже подписчикам. Раз ты записала такой влог. А это я просто коротко вставишь куда-нибудь. Ничего себе коротко. 16 минут. Я просто прослышала со второго этажа, что ты пошёл на кухню. Думаю, надо брать камеру и гонять тебя. Ну да, правильно сделала. Ребята, как вам такой формат влога? Который моя жена только что придумала. Взять, заспугать нас. Вот, как сказать, на таком тёмном делишке. На тёмных делах. Не, неправильно говорю. Слушай, я забываю, как всё по-русски. Ну за таким делом, как сказать, непонятно. Когда в 9 часов вечера ужинать. В 9 часов вечера еда, понимаете? Ну это вообще стрёмное дело. Ну что, спасибо, что были с нами. Это короткое видео. Тебе надо его вставить ещё куда-то. Куда его вставить, родная? 14 минут. Ну вы знаете, как она мне говорит? Смотри в камеру, что снимаешь. Я сейчас снимаю тебя. Просто мой муж очень любил. Сейчас я тебя пожалую. Да, давай, жалуйся. Он очень любит. Просто держит камеру, а сам смотрит по сторонам. Они все это знают про меня. Вот тут ничего нового не откроешь в Америку. Они все знали это. В общем, ребятки, всё. Всем спасибо за просмотры. На всякий случай пока. Пока. Пока.